Октябрь стал насыщенным месяцем для города Калязин. Там стартовал ежегодный межрегиональный арт-марафон из плена иллюзий. Молодежи покажут в рамках фестиваля патриотические фильмы и мультфильмы, а также проведут конкурс сочинений рисунков и даже видеороликов. На торжественном открытии фестиваля вспоминали выдающихся героев Отечества. В рамках программы молодежь получит возможность посмотреть легендарные фильмы, в том числе о войне, наполненной патриотизмом и любовью к родной земле. Особенным онлайн-гостем фестиваля стал Александр Ловейкин. В 1973 году на киностудии «Довженко» был снят режиссером Леонидом Быковым фильм «В бой идут одни старики». Идея создать фильм родилась у Леонида Федоровича Быкова после встречи с ветеранами 2-й эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиационного полка, командиром которого в годы войны был мой отец, герой Советского Союза Ловейкин Иван Павлович. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам удачи в проведении форума. А ветеранам Великой Отечественной войны я хочу пожелать здоровья и бодрости. Этот марафон будет длиться почти месяц. Помимо советских фильмов, подрастающее поколение ждет премьера сериала «Новенький», снятого на Калязинской земле, а также познавательные экскурсии, конкурсы рисунков, фотографий и даже видеороликов. В форуме это огромное значение для нас, потому что он нам предназначен для нашей молодежи, чтобы наша молодежь знала прошлое, жила настоящей и стремилась к хорошему будущему. А для этого, конечно, надо знать нашу историю, помнить свои хорни, своих предков, наше героическое прошлое. Помимо праздничной программы, молодое поколение примет участие в форуме «Верхневолжье. Стремленное в будущее». Мы принимаем такой форум на своей земле первый раз. И сегодня все, кто здесь собрались, в Калязинской молодежи, это представители образовательных учреждений, школ, колледжей, которые в городе активно участвуют на всех шести площадках, которые здесь организованы для нас комитеты по делам молодежи. Пока мы видим, что это все очень интересно, это для нас новое. Младые люди получат возможность пообщаться на самые разные темы. А в том числе это диалог с властью, прямой разговор с главой Калязинского района. Подрастающие поколения больше всего волнуют вопросы благоустройства города, развития спорта, экономики и перспективы организации рабочих мест.